Футбол России Добрый день Игорь, а как вы вообще переносите поражение? Матч с Краснодаром откровенно неудачный по результату Насколько легко приходить в себя? Или несмотря на опыт переживаете? Нет, конечно, переживания есть В первую очередь результат Ты хочешь всегда побеждать Но фразы, которые я сейчас говорю, они заезженные И даже любой футболист начинает говорить И даже самому иногда становится неудобно это повторять Хочется выигрывать Но при этом понимая, что против тебя играет команда Которая тоже хочет выигрывать И только в очный поединок Какая точная ставка Она распределяет какие-то положения Места, кто забьет больше, кто-то выигрывает Поэтому Да, есть огорчение Но, наверное, с годами все-таки оно становится Немножко все по-другому Потому что раньше, когда ты молодой Ты начинаешь копаться в себе Сейчас я думаю, что этого делать не нужно Надо смотреть вперед Тем более Ничего не проиграно По большому счету Но матч с Краснодаром Он неудачный по качеству игры? По качеству? Ну, я думаю, что по качеству нет По индивидуальным ошибкам, да По результату, да По каким-то моментам Наверное, да, мы могли выжать какой-то гол Но чтобы создать 100% момента Мы не создали его Чтобы забить Гончаренко много критиковал игру ЦСКА после окончания матча Сказал, что заставили играть Краснодар в непривычный футбол Но, в общем, на этом достижения, в общем, исчерпываются Ну, то есть, все остальное Там было много разговоров про индивидуальные ошибки То есть, в данном случае можно, да, говорить Что все-таки заставили ЦСКА играть Краснодар играть в непривычный футбол Или просто так сложилось из-за того, что быстро пропустил ЦСКА? Я думаю, так сложилось Во-вторых, я думаю, что Краснодар, наверное, выбрал такую тактику Как они будут играть, да И в последнее время мы смотрим любую игру Краснодара Они так играют Быстрый выход в контратаку И мы прекрасно это понимали Но ничего с этим сделать не могли Потому что надо убивать все вот эти контратаки на корню Когда она зарождается А когда она пошла, и ты пытаешься, пытаешься, пытаешься И идет какая-то цепь, череда ошибок Она приводит к каким-то нерассудным действиям, да И игроков, и вообще, как бы команду ставит в тупик И объяснить это я не могу А своей игрой довольны вообще? Ну, как, есть один такой человек, как всегда говорил Своей игрой всегда доволен, да Но я, конечно, недоволен по одной простой причине Что, когда вратарь пропускает два гола Я не говорю про какие-то ошибки, про что-то, да Вратарь пропускает два мяча И команда проигрывает Как может быть голкипер доволен быть своей игрой? А если он спас еще там 15 раз? Ну, это, нет, это никого не интересует По большому счету И в том числе меня не интересует Мне хочется, чтобы моя команда всегда побеждала Вот, но Не бывает такого, наверное Хотя ЦСКА всех приучил за последние годы Что мы можем Мы должны, наверное Где-то переламывать себя Где-то немножечко усилия добавить И забить гол там, да Ну, в этом сезоне, видите, какая-то Чехарда идет Вроде хороший матч Потом два плохих там Два хороших, один плохой Вот, ну, ничего страшного Я думаю, идет становление команды И я все равно могу сказать И занести пока на данный момент Этот сезон в актив команде Потому что Очень трудно собираться Практически новой командой И начинать с чистого листа все То есть можно говорить о том Что сезон нормальный В начале сезона говорили, что ЦСКА Может оказаться вместе на десятом Когда было вообще непонятно Кто будет играть за ЦСКА Ну, у нас очень много любят говорить И у нас учителей в нашей стране Очень много И в футболе все разбираются прекрасно И дай бог этим учителям здоровья Которые подсказывают Помогают выбрать жизненный путь Вот, поэтому Есть путь команды Которая команда должна проживать Если мы наиграем, например, на пятое место Значит, мы наиграли в этом году На пятое место Тридцать туров закончились И мы видим турнировую таблицу Если мы наиграем на первое, на второе, на третье То есть, пожалуйста, вот Все в наших руках, ногах И в наших силах Тут не надо никого слушать И какие-то делать выводы, рассуждения Просто надо от игры к игре играть и все ЦСКА наиграл на Лигу чемпионов в этом сезоне? Или вы тоже будете смотреть? Я думаю, что на данный момент нет Если быть объективным и честным перед теми На данный момент нет Но есть впереди еще четыре тура Чего не хватает, в первую очередь? Именно стабильности? Потому что, ну вот мы недавно видели очень хороший матч с Спартаком А потом очень своеобразный матч Ну, например, с Оренбургом Такой нечасто увидишь в футболе вообще Ну, стабильность это, конечно, да Но не забывайте, что Игрокам 19-21 год, да? Самый старый это я Извиняюсь за рожание, передум в команде, да? Потом идет Кирилл Анатольевич Набабкин Даже тому же Георгию Щеникову На днях исполнилось 28 лет, думайте, да? Думали, что он еще молодой А уже 28, ближе к 30-ке Я думаю, что Больше всего, наверное, психология в голове, да? Вот Я с ребятами разговаривал И разговаривал просто там С друзьями своими Например Победа над Реалом в Москве, да? Ну, было видно, что есть некая эйфория у ребят Какая-то такая вот Легкость, наверное, можно так сказать Ну, это нормально же Да, обыграли Реал Значит, сейчас там Амкару, Фу и всех остальных Мы должны обыгрывать на одной ноге Но такого не бывает И не только футбол А жизнь обращает Каких-то таких вот настроений Легких, да? Что вот Мне все легкого достанется Не бывает Надо через Турцию это проходить И Вот это именно психология Я думаю, что Ну, год-два я думаю, что у ребят Она еще выстроится И Надеюсь, что мы увидим ЦСКА Как во бревна Валерия Георгиевича Газаева Которые Все были молодые, зеленые Но потом стали бойцами И выигрывали все и вся Вы сами в 17 лет дебютировали Уже стали основным голкипером У вас не было таких проблем Вот с схождением В этот стабильный график? Мне кажется, достаточно быстро У меня каждый год такие проблемы Я же говорю, что Мне очень нравится, знаете Если Любая другая команда пропускает То пропускает команда А когда пропускает ЦСКА То пропускает Акинфеев Вот И я себя приучил Вообще ни на что не обращать внимания И Всегда Быть недоволен Даже в хорошем матче Быть недовольным своей игрой Потому что Даже если я играю на ноль Я про себя думаю Так, почему я не пропустил сегодня? То есть Людям не о чем поговорить Поэтому нет Это все сарказм может быть Но Честно сказать Хочется видеть всегда Сильную команду Перед собой То есть должен понимать Что ты Выходишь против Реала Против Уфы Против кого Ты должен доминировать на поле Да А когда у тебя какие-то перепады Вот такого Может быть и настроения И чисто там Психоэмоционального фона Да Ну Немножко некомфортнее Наверное даже я С таким опытом Я где-то не теряюсь Наверное Но это Человеческий рефлекс Фактор Это нормально совершенно В первой половине сезона До Нового года Несмотря на то, что Оборону фактически На ходу собрали ЦСКА очень мало пропускал После Нового года ЦСКА очень много пропуска Для себя, конечно Вы сами как это объясняете Это в каждом случае Какая-то отдельная история Или вот можно говорить О каком-то Нет, это жизненные весы То есть В один период времени Ты не пропускаешь В другой период времени Ты пропускаешь Но если взять таблицу Мы пропустили Все 18 голов Это лучший показатель На данный момент Не знаю, что будет Через 4 тура Вот Но понимаете Не бывает Гладкой дороги в жизни То есть Есть хороший матч Есть плохой матч Есть хороший отрезок Есть плохой отрезок И когда люди начинают Опять же говорю Что-то говорить Как-то То есть Подсказывать Рассказывать То нельзя никого слушать Надо просто преодолевать Ты понимаешь Что Бог дает тебе Сначала одну полосу Потом другую И кого-то слушать Ну глупо Матч с Спартаком После Нового года Самый Хороший По качеству футбола Я думаю Я думаю Что нет По результату Потому что Первый тайм Тоже был Не особо Хороший Да Спартак Очень агрессивный Не было ни одного момента И по большому счету Мы отскочили Там забей Залуиш И любой другой момент Мог оказаться Мяч в воротах И все Я думаю Что Немножко другое настроение Было И Как-то тяжелее Наверное было Скрывать Как вчерашняя игра С Краснодаром Показала Быстро пропустили И все Да Уже Понятно было Даже вот в игре Было понятно Что тяжело будет Скрыть оборону Вот Ну там повезло Здесь не повезло И нормально Футбол Еще раз повторю Чтобы каждый человек Понимал Футбол Это череда ошибок То есть Нет такого Что встал в ворота И никогда в жизни Ты не ошибешься Никогда в жизни Ты гол не пропустишь И все у тебя будет Хорошо Замечательно Не бывает такое Ребят Не бывает Так же как Ошибается защитник При передаче Да Но никто не вспомнит Что он ошибся И тебе забили гол Ну Будет помнить Например Или вратаря Или нападающего Никто не вспомнит Что он там Не забил Там с трех метров Поэтому череда ошибок И цепь ошибок Она приводит к голам Игорь А вот когда вы Выскакивали Например На встречу Мельгареха Вы вообще думали В этот момент О том что Ну если ЦСКА пропустит Все может совсем сломаться Или вратарь Обычно вот Таких мыслей не мелькает Нет Я в тот момент Думал Что я сделал Что-то неправильное Потому что Если посмотреть Внимательный повтор Я думал Что Мельгареха Будет бить Ну ударом Да И почему-то я думал Что он будет вправо И у меня немножко Корпус начал заваливаться Ну По большому счету Повезло Что он начал перекидывать И мяч просто Цепанул по перчатке И не залетел ворота Везение конечно Вот так Игорь критично Разобрал момент Которым За который Ухвалили больше всего В этом матче Он сказал Что тут была даже Ошибка Вы часто так Эпизоды С собственным участием Разбираете После окончания матча У нас же теоретические занятия есть И не только Свою команду Разбираем И какие-то Индивальные действия Игроков Это нормальная история Но Опять же Теория теория Все на практике На практике Все по-другому То есть Ты можешь смотреть 200 раз Кто куда бьет пенальти А на 201 ударит Или тебя перекинет Или Ну по-другому Да Все сложится И Вот тебе вся теория Что Вообще Вот например В перерыве матча с Краснодаром Что говорил Гончаренко Он спокойный вообще человек Или эмоциональный Потому что так со стороны Это особо не поймешь Нет Ну конечно Он бывает эмоциональный Не только он Да Ну и футболисты тоже имеют право Высказать какое-то свое мнение Там Друг другу Да Ну это нормальная история Опять же То что касалось В перерыве игры с Краснодаром Нет Все было спокойно Никто ни на кого не орал Не кричал И все прекрасно понимали Что надо выходить И играть дальше Ну Я вот Например сторонник того тоже Я не понимаю Когда тренер начинает Или перед игрой орать Что там кто-то Разминку плохую сделал Или в перерыве Начинает орать Ну ты не поможешь этим Наоборот Ты будешь давить Только Мозг игроков И потенциал Он наоборот должен Тебе в рот смотреть Чтобы ты его как-то подбодрил И чтобы он второе дыхание получил А не просто тебя там Раз по башке Я тебе дал в перерыве И ты уже играть не хочешь Поэтому здесь Михаил очень параметичный Он может где-то вставить В каких-то таких Определенных моментах Подсказать Но больше он такой Более спокойный Но опытные футболисты Могут с ним обсуждать Что-то наверняка Конечно Вот например Были братья Березовская Серега Игнашевич Очень много Они обсуждали И помогали ему И вот например Я остался Он тоже У меня просто Какие-то моменты Но я стараюсь Не то что там Ходить Михалыч там Давай этого уберем Того поменяем Ситуация была С кем-то мы играли Я просто подбежал к нему Что-то сказал Ну мы так перекинулись И сразу после игры Журналиста Виктор Михайлович А правда что Акинфея попросил Поменять того или того То есть ну глупо Не имеет футболист права Переходить какую-то грань Пускай это заслуженный Сколько бы там Не был заслуженный Но он есть главный тренер А ты есть солдат Действующее лицо Который должен выполнять Свою работу Все Есть какая-то грань Между вами Но переходить ее нельзя Я еще про один матч Все-таки не могу спросить С Уфой Когда ЦСКА полностью Я просто каюсь Я на 8-2 минуте Выключил телевизор У меня какие-то дела были Потому что я был уверен Что ЦСКА выиграет Дело даже не в том Что команда вела Со счетом 2-0 А в том что она в принципе Все контролировала Происходящее на поле Что там потом случилось Как вообще так вышло Потом Уфа забил до мяча Сыграли 2-2 Хорошо ответил Да Буду Буду Это случайность какая-то Или опять-таки ошибка Нет закономерность Нельзя бросать играть Если вспомнить этот матч Уфа По-моему 85 минут вообще К воротам не подходило Ни разу Одна подача Первом тайме была И то там Мне в руки мяч прилетел Вот Ну Не скажу что это Раслябанность Еще что-то То есть Концентрация Опять же глупа То есть Есть некий Какой-то момент Когда Ты должен понимать Что например Вот мяча из аута Вот С Уфовиса Смотри Там были некоторые моменты Даже второй Если гол брать Когда пошла Атака Угловой Там удар Когда нам забили То есть Ваня Обляков На скорости побежал Подавать Мы ведем 2-1 Остается там 45 секунд Ваня побежал На скорости Подавать Угловой Потом они разыграли Этот подал в руки В ротарю Белиного Белиного Выбил И вот эта чехарда Это опять же Индивидуальные ошибки Но она Как вот этот ком Пошел 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 И все Ты его не можешь остановить И никто это не объяснит Никогда в жизни И сколько угодно Психология Мотивация Да не бывает такого То есть Если команда хочет забить Она всегда забьет Всегда забьет гол Уфа хотела А не сравняли Но опять же Это не снимает С нас ответственности Мы провалили Просто концовку Мы практически выиграли матч Но провалили Там 7 минутку И сами себе Призи дуга То же самое с Оренбургом Была похожая история Ну с Оренбургом Немножко по-другому Там и Насколько Я сейчас помню Я просто уже Оренбург Даже не хочу вспоминать И Оренбург играл Достаточно хорошо Да И Они контролировали Цеплялись Потом было раннее удаление У нас У нас что не тур То удаление Или десятером заканчиваем Поэтому У нас такая команда Белитая Вот И Ну здесь мы забили Да-да Мы увидели И наверное Все-таки Где-то Вот Надламывается Да Вот эта психология Все равно Я говорю Команда молода И Ты думаешь Одиннадцать на одиннадцать Раз удаление И Тебя как-то придавливают Ты в какой-то прострации И Некоторые команды пользуются Этим моментом Да Там Забивают гол Некоторые нет То есть вот Ну я не могу это объяснить Например Вчера Крыгли тоже достойно играли с Зенитом Удаление случилось Раз четвертый залетел Ну Оно Как-то все меняется Оно раз на 360 градусов Все Вообще много футбола нашего смотрите? Честно скажу Не только нашего И иностранного не смотрю Я стараюсь смотреть обзоры Потому что Не за того Что я не люблю футбол Или он мне приелся Или надоел Там не знаю По-разному можно говорить Просто не всегда успеваешь Хочется побольше Реально отдохнуть Побольше пообщаться с семьей С детьми повозиться Вот И Неохота окунаться В все эти перипетки Конечно Если есть там Лига чемпионов Там Матчатер-Сити Тоттенхэм Конечно я посмотрел игру И Очень классный матч И я думаю Чтобы все Все восхитились этой игрой А так Чтобы вот прям сидеть И А соперника Следующего? Нет Соперника мы же смотрим На теории постоянно У нас теоретические занятия Где-то около часа Она проходит И Все смотрит Хватает? Ну хватает Когда да Когда нет Поэтому Игорь А вы сами Как думаете С годами Ваш стиль игры Галкипер Сильно изменился? Понятно Что с возрастом Наверное гибкости поменьше Но зато опыта побольше Знаете Много раз задавали вопросы И не только там Интервью какие-то Да Не только стиль изменился Конечно Я был и речь И все Я смотрю на свои старые матчи Но по одной простой причине Многие же это не понимают Изотрам Изотрам конечно И где-то Гибкость ноги Она уже другая И Быстрота Перекладывания Каких-то моментов То есть она уже не та Я не могу просто физически Потому что у меня нога Так не гнется Как она гнулась раньше Вот Поэтому Это такие нюансы Себя не защищаю Просто рассказываю Кому интересно Вы спросили Нет интересно конечно Да Поэтому Если бы у меня не было этих травм Я думаю что Резкость бы была так та же Как она и была раньше Да И какие-то там движения Вот Ну Жизнь такая штука Что жаловаться нельзя И Даже в таком состоянии Тебя чувствуется комфортно И отлично А мотивировать себя Сложнее с годами Ну на матч с Уфой Понятно что на матч с Риалом Не нужно себя мотивировать На матч с Уфой На матч с Арсеналом Я думаю все равно Надо не то что мотивировать А Жить этим Потому что Если ты этим не живешь То смысл вообще играть в футбол Ну смысл например Когда вот Полгода назад сидели С Ильей в этой студии Да Там про новый контракт Еще что-то Я говорю Ну Если бы я не хотел играть в футбол Как вот братья Березуськи Честно сказали Что надоело Я бы тоже пришел бы Я бы даже не рассматривал Никакие предложения Я сказал Ребят все надоело Там 600 матчей сыграл Хватит Сколько можно Там эти травмы Ну Мне футбол нравится на данный момент Я люблю футбол Это пока моя жизнь Да Что будет там через 3 года У меня 3 года контракт Здесь в счет То есть это Совсем другая история будет Захочу я не захочу Это другой вопрос будет Сейчас 3 года Я должен отдаться По максимуму команде Да И все Именно помочь Тем более сейчас команда строится Именно помочь Каким-то опытом Какими-то советами Вот не знаю Насколько это получается Хорошо или плохо Но По большому счету Наверное такая роль у меня больше сейчас Но они сказали Что им надоело Тем не менее Сейчас решили тренировать То есть видимо надоело Но через какое-то время Нет Ну они же учились Они же учились Например Мне в ту же группу Предлагали учиться Я не хочу Я не вижу себя тренером Я не хочу быть тренером И на данный момент Я не хочу вообще связаться Жить с футболом Пока Вот пока я не хочу Я не вижу вообще себя Ни в какой там Я хочу просто Когда все это случится Выдохнуть Отдохнуть Не знаю там Поваляться на диване И тогда уже потом будет понятно А мало ли там что-то случится Мне завтра раз Там в голову придет Нет Пойду учиться Хочу быть тренером То есть На данную секунду Я не хочу быть тренером Вы сказали После чемпионата мира Что в общем Заканчиваете карьеру в сборной Все матчи в сборной смотрите сейчас? Ну стараюсь По возможности Да Не всегда это получается Вот Ну вот последнюю смотрел 4-0 победу Ну последние две из Бельгии И вот С Казахстана смотрел Кто вам больше всего Нравится Чья игра Из тех голкиперов Которые сейчас претендуют На место сборной На номер один Ну я думаю Что дело Не чья-то игра Мне должна нравиться Мне очень нравится Что появляются люди Которые вот сейчас И в Краснодаре Сафонов Сафонов Да И Гиля очень достойно защитает И Андрюха Лунев То есть У меня вообще никаких делений Критериев нет Кто лучше Кто хуже Самое главное Чтобы сборная пропускала Поменьше И сборная выиграла всегда И я всегда Только буду поддерживать Команду Я думаю Это нормальные вещи Потому что Ходите рассказывать Вот я сейчас ушел Сейчас вы там напускаете Глупо, тупо И неправильно будет Вас много про Сафонова Кстати спрашивают Потому что вчера спросили И его Про сравнение с вами И Гончаренко Спросили тоже Про его игру Ну меня не спрашивают По одной простой причине Что я интервью не даю Вот и все Можно рассказывать Сколько угодно Пускай он играет На таком уровне И все И не надо вообще Ничего спрашивать Главное тренеры И сборной И вызови пацана И все А что главное Для молодого голкипера Вот в 20 лет Который сейчас Раз и попал Уже в основу И уже кандидат в сборную Что главное Ну во первых Как он сейчас играет Это уверенная игра Я думаю Что если он будет Так же продолжать У него все будет И действительно Будет большое будущее Потому что Наверное За последнее время Мало Таких вот Молодых пацанов Походили И именно С такой уверенной игрой Я Всячески Только удачи желаю Вы Сами говорили Что интервью Особо не даете И сами говорили Что публичность Ну так особо не любите Тем не менее Недавно В музыкальном клипе Мы вас увидели Как вы вообще согласились Вы с супругой Появились в клибе Сергея Жукова Долго вас уговаривали Или как-то сразу Уговорились Хороший вопрос Я сказал Так Лучше бы в футбол играл Чем Да нормально Нет на самом деле У меня было Достаточно других Предложений По клипам Я не буду называть Артистов Я думаю Что сейчас бы аудитория Сказала Дурак Надо было там сняться Вот Но я сказал Одну вещь Сергей Евгеньевич Я полностью Твой говорю Руки вверх Никогда в жизни Не передам Та же как и ЦСКА Это не шутка Это правда А сколько вы уже дружите? Мы дружим С 2006 года Вот И когда появилась Эта песня Она появилась В том году Сначала вообще Никаких разговоров Ничего И когда вот эта вся история Пошла Серега отдыхал в Таиланде И он мне пишет сообщение Говорит Слушай Я говорю Все перебрал Всех актеров Всех актрис Вообще И никого не вижу На этой роли Снимешься Я говорю Сергей Евгеньевич Снимусь Для тебя Я говорю Денег не беру Бесплатно снимусь Вот И он говорит Еще с Катей Я говорю Конечно снимемся Потому что Мы очень дружим Для нас это Не то чтобы показать Там да Что-то как-то Вот мы такие красивые Хорошие Он там хорошо поет Мы такие там Супер актеры Да нет Мы хотим показать Что Любовь есть Ее надо беречь Ее надо Лепить наверное Потому что Бывает что люди ссорятся Не только любимые Да Но Просто друзья И показать что Надо быть Немножечко нежнее И добрее друг другу Вот и все Клип вам саму-то понравился? Шикарный вообще Ну единственное что Вот я Сереге сказал Что они первую часть Снимали в Милане А вторую часть Где я снимался Это был Город Долгопрудный Ангар Города Долгопрудного Поэтому в Милан Меня не берут Там за два дня Два миллиона просмотров То есть получилось Что прям Вот она публичность Как от нее не беги Настигнет все равно Ну я думаю Интернет такая штука Я конечно не люблю Всю эту историю Но Там палец покажи И два миллиона просмотров будет Сергей сказал Что в общем В песне буквально Чуть ли не жизненная история Вашей супругой Можно так сказать? В клипе Ну наверное можно сказать Не только наши Но Представляете сколько И на количество людей Ходит на этой планете Наверное у каждого Были и сопли И слезы И все остальное Поэтому Можно так и про каждого сказать Я еще хотел вас спросить Вы проводите Кубок Игоря Кенфеева Для детей Не старше 2007 года рождения Может быть что-то расскажете Просто про Как такая идея появилась И как сейчас Этот турнир проходит Ну это Вот сейчас информация Да была Которая вы читаете Да-да-да Ну это турнир был В Подмосковье Вот В Броницах Где базирует Сборная Аргентина Мне Андрей Юрьевич Воробьев Подзвонил Губернатор Московской области Вот Спросил Стережковым Тоже министром спорта Московской области Как ты на это смотришь Я говорю Вы знаете Я всегда смотрю позитивно На такие вещи Как дети Футбол Турнир Вот И с радостью Откликнулся И Мы провели этот турнир Вот Все прошло Удачно Успешно Вот И буквально Вот там Два месяца назад Министр Московской области Меня набрал И сказал Что мы хотим Сделать этот турнир Ежегодным Но будем привлекать Там Из-за рубежа Команды Это То есть Я поднял Две руки за И говорю Окей Я говорю Полностью ваш И супер вообще Поэтому вот В двух словах Еще буквально Пару вопросов Про наш чемпионат Зенит чемпион Ну я думаю Надо Зениту задавать Этот вопрос Если они выиграют Свои матчи То да Ну а собственно Оставшиеся Для ЦСКА матчи ЦСКА Динамо Зенит ЦСКА ЦСКА Ахмат И ЦСКА Крылья Советов Три домашних матча И один как раз Очень сложный Выезд В Санкт-Петербург Я думаю Что все матчи Сложные для нас На данном этапе И Динамо Как обычно Борется там Мы почему-то Попадаем каждый год С ними Когда им нужно Нужно там Набирать очки Да И Зенит понятно Само собой Ахмат Я думаю Что Понятно Может быть Где-то Две разные команды Я имею ввиду стили Да Игра дома Игра на выезде Но Матчи там Уфа Оренбург Которые играли На нашей арене Показали Да Что если мы не будем Полностью мотивированы То любая команда Может сделать сюрприз Какой-то Ну и Крылья Опять же Они вчера показали Достойную игру С Зенитом С Зенитом Да Поэтому Я думаю Что очень сложные матчи Будут Но опять же Ничего невозможного нет Надо выходить Играть Игорь Если попадает ССКА В зону Лиги Чемпионов Ну потому что Борьба еще В общем Она впереди Еще матчи достаточно Можно сказать Что сезон удачный Ну что значит Сезон удачный Сезон неудачный Команда не вылетела Никуда Когда команда вылетает Можно сказать Сезон неудачный Да Я опять же говорю Что ССКА Приучила на протяжении Последних 15 лет Что команда в тройке Единственный раз Это был 9-й год Или 10-й Не помню Когда мы 5-е место заняли Приучила побеждать Медали Кубки Все остальное Вот Но Когда ты постоянно Чай или кофе С сахаром пьешь Это вкусно Да Когда сахара там нет Уже не то что-то Поэтому здесь все то же самое Идет перестройка Идет перестройка команды Непонятно что будет еще летом Там и Никола Влашич Да Как это все будет И по Родригу там вопросы Потому что люди как бы в аренде Да И как они там будут решаться Эти вопросы непонятно Вот Ну может понятно для руководства А для нас нет конечно Хочется сохранить всех игроков Чтобы строить уже более такую Да Конструктивную команду Вот Ну я думаю что нам надо Спокойно сейчас доиграть Эти 4 тура Не смотреть ни в таблицу Не смотреть с кем мы играем Просто выходить Биться и играть Вот И мне очень нравится Что наши болельщики Как бы Бывают такие неудачи Там в других командах Начинают Эй иди сюда Там давай То есть у нас Выстроилась такая идеология Что Никогда в жизни Они себе так не позволят И даже в вчерашнем Проигранном матче Подошли к трибуне И вообще была Такая атмосфера Супер просто И в аэропорту Они нас встречали Там не переживайте Не расстраивайтесь Я думаю что Это как то Вдохновение Наверное футболистов Тоже они как бы Дают И я думаю что Мы должны хорошо Закончить этот сезон Игорь ну тогда Здоровья конечно желаем Без травм И чтобы вы говорите Что живете футболом Чтобы жили еще футболом Видимо долго Спасибо В гостях у нас был Игорь Акинфеев Голкипер и капитан Московского ЦСКА Это футбол России Смотрите нашу программу Мы всегда следим За самыми важными событиями Происходящими в нашем футболе Субтитры сделал DimaTorzok